Визилотон сповильняет помутнение кришталика при катаракте. И для меня очень важно, чтобы в ваших странах люди видели реальные последствия войны, реальный русский след, реально то, что приносит русский мир. И что он однозначно будет пытаться принести на территории ваших стран. Я в этом не сомневаюсь, я в этом абсолютно уверен. Я не хочу ни в коем случае никого пугать. Мне кажется, что тот, кто информирован, кто предупрежден, он более сильный. И поэтому я считаю, что все, что они делают, и говоря о том, что, например, мы дружим с Казахстаном, Узбекистан, Киргизстаном, это наши братья и так далее, это все ложь. Поверьте, что это будет за одну секунду. Сначала будет оккупация чего-то, особенно там, где есть русские, где есть за что им зацепиться. И они к тому, что должно быть гонение на те или иные меньшинства или сообщества, так, национальные, которые есть на территории ваших стран. Но все закончится тем, что им нужна просто причина. Затем оккупация какого-то района, скажут, что мы просто как бы успокаиваем, мы просто помогаем. А конец понятен. Если ваши люди, вы будете сопротивляться, стать частью России, неминуемо вас ждет полномасштабное вторжение. И, конечно же, ждет смерти и война. Вот, поэтому, мне кажется, вам важно увидеть, пока война не пришла к вам, что такое, что они несут с собой. Вообще, чего они хотят? Ну, вот, мне, собственно, я как-то в одном из интервью говорил не обо всех ваших странах. Я говорил о Казахстане, получая различную информацию от разведок, понимая, что... Но мы считаем, что под ударами, прежде всего, стоят балтийские страны, потому что это Эстония, Литва, Латвия, и мы об этом говорили нашим партнерам всем. Они стоят, потому что на них можно попробовать реакцию НАТО на вторжение или пересечение, незаконное пересечение границ этих стран со стороны России. На них можно проверить. Вчера, кстати, вчера-позавчера, мне кажется, это уже произошло. Вот, они делали, отодвигали буи, пересечение было морских границ. Вот, ну, вы журналисты, я думаю, вы детали знаете даже больше, чем я. И поэтому, чуть вернусь назад, ну, реакции никакой не было, соответственно, потому что страны НАТО, они очень-очень осторожны. Вот. А России это и надо показать силу. Так вот, информацию мы получали от того, что среди их приоритетов это Балтийские страны, это Молдова, это Казахстан. Это самые близкие цели Российской Федерации. А вот страны Центральной Азии, да, которые здесь представлены, Казахстан, есть такая геополитическая предопределенность. Наши страны входят в Евразийский союз, таможенный союз, военный союз, ОДКБ. То есть это все-таки отношения партнерства стратегического и союзничества, как ни крути, с Россией. Означает для вас ли это автоматически уже недоверие к этим странам, как минимум, а максимум, что это уже, ну, почти враги. Особенно в условиях все больше блокового мышления, потому что мир разделяется, такое блоковое мышление. Я не считаю, что враги для нас, страны, которые с нами, не воюют. Я так не считаю. Я очень хотел бы, чтобы вы были нам друзья. Я считаю, что ваши народы нам друзья. Я бы очень хотел, чтобы и политика стран была дружеская по отношению к Украине. Мы точно не воюем и точно должны, ну, если даже кто-то не хочет дружить, то нужно сотрудничать. Надо уметь жить в мире в справедливом, честном, уважая ценности, уважая независимость, демократию и выбор ваш, ваш язык, вашу культуру. Мне интересно побывать у вас, мне интересно познакомиться с вашей историей, культурой, с людьми. Мы очень много донаций получали из ваших стран, просто от людей, которые помогали просто людям. И мне кажется, что много всего общего исторически есть. Но я в этом вижу, когда мы возвращаемся к истории, я ищу всегда, что может объединять наших людей, а не что может нас разъединить. Поэтому я вижу в этом, честно, позитив. Что касается союза военной, стратегической с Россией, стратегического союза с Путиным не может быть ни одной из ваших стран. Вы все под ударами 100% сегодня, ОДКБ и так далее. Это все на самом деле возможность влиять на ваши страны. Ваши страны сегодня не влияют на политику Кремля и на России. Россия больше и экономически, и вооруженно сильнее, чем ваши страны. А это всегда для них возможность, максимальная возможность ограничивать вашу независимость. В любом случае это так. И поэтому я считаю, что эти связи ваших государств на уровне лидеров с Россией, именно из-за того, что они пытаются балансировать, они пытаются, как бы, они боятся. Они боятся Путина. Ну, это же пример не Средней Азии, вообще не только азиатского направления или глобального юга. Это вообще долгое время тенденция была всего мира. Все находили баланс с русскими, с их политикой, экономической, милитарией и так далее, для того, чтобы, как бы, не будить зверя. А девуша, зверь, никого не спрашивают, он просыпается, когда он хочет. То есть Путину абсолютно наплевать на вообще понимание человеческой жизни. Мало того, ему наплевать вообще вот это вот, кто на каком языке говорит, и все это бравады, и все. А на самом деле ему наплевать же и на своих. И цивильных, а и военных. Вот смотрите, Харьковская, прорыв их направлений Харькова, вот который был там, сколько уже прошло, дней 20, да? Ну, две недели, чуть больше. Слушайте, жертвы один к восьму. Один украинец, восемь русских. Военные жертвы, один к восьму. Ну, скажите, пожалуйста, это что, где-то там дается эта статистика? Или ему это интересно или нет? В неделю порядка, до этого в неделю порядка было там двух, трех тысяч, то, что я постоянно получаю. Всю аналитику русских военных убитых. То есть две-три тысячи семьи потеряли своих там детей, да ему наплевать. Я просто не могу, вы журналисты, я бы другое, честно говоря, слово употреблял бы, вместо наплевать. Абсолютно, понимаете? Он ничего, он в это время в бане. Или где он там, в спа, который нам показывали там не единожды. Поэтому он в это время занимается совершенно другим. Но руки, он, ручки свои маленькие не отмоет, конечно же, от всего этого кровопролития. И в любом случае будет ответ. И в любом случае он как бы, он будет справедливый. Вопрос, чтобы мир не посыпался. Вы одни из проводников, потому что вы журналист. Мир не должен, мир должен объединяться. Не выдержит ни одна из стран, ни Киргизстан, ни Казахстан. Ни Казахстан, у которого хорошие связи с Китаем. Никто не выдержит полномасштабной войны с русскими в одиночку. И Украина не в одиночку. Украина борется со своими людьми. Она сама. В начале полномасштабного вторжения мы были одни и были сами. Потом мы договорились с партнерами. Где-то санкции, где-то оружие и так далее. Разве надо еще кому-то пробовать, испытать? А вот, может быть, к нам Путин относится по-другому. А может быть, нужно всем делать так, чтобы он думал о своем выживании и о своей безопасности. Чтобы русские думали о том, каким не потерять независимость своей страны. Не угрожая. Просто показать, какой мир объединен и какой он сильный. Мне кажется, в этом задача. Когда я просил у президента Байдена вводить санкции, и у Европейского Союза, вводить санкции против Кремля, Путина, его окружения, против их энергетики до момента вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Чтобы их люди знали, что будет больно экономически. Никто не слышал. Все сказали, что нет. Ну, сначала шаг русский, а потом мы сделаем соответствующие шаги. И что в итоге? В итоге большие потери. Большие человеческие невосполнимые потери. И мне кажется, что вот это катастрофа. То есть мы сидим с вами же в разрухе. Убитые люди, судьбы, издательства. Ну, то есть, какой позитив? Вот и вы слышите, там где-то далеко какой-то очередной удар.